Наталья, знаменитая украинская певица, также реализовавшая свои таланты в роли актрисы, телеведущей и музыкального продюсера. За собственные достижения в 2004 году артистка была награждена почетным званием Народной артистки Украины. Наташа родилась и выросла в Киеве. Отец певицы, Алексей Могила, был геологом, а мама Нина Петровна работала поваром в столичном ресторане. В семье воспитывалась еще и старшая сестра будущей певицы, Оксана. Наташа была довольно юной, когда погиб ее папа, и бремя воспитания дочерей легло на плечи матери, которая для Натальи стала лучшим другом. Когда женщина скончалась в 2013 году, для певицы это стало настоящей трагедией. Наталья училась в престижной школе номер 195 имени Кудряшова в Березняках, но после девятого класса покинула школу ради Киевского эстрадно-циркового училища, так как девочка с детства мечтала стать знаменитой вокалисткой. Также в юности Наташа занималась бальными танцами, так что подготовлена к выступлениям на сцене Наталья была неплохо. После училища начинающая артистка выступала в Украинском фольклорном театре Родина, Киевском театре эстрады и Еврейском театре Штерн. Получила Наталья и высшее образование. В 1996 году Наташа стала студенткой Киевского национального университета культуры и искусства. Сольная карьера Натальи началась в 1995 году и уже первые песни «Девчонка с волосами цвета лилий», «Подснежник» и «Иерусалим» стали довольно популярными. Упрочила успех победа на знаменитом фестивале «Славянский базар». Свой первый музыкальный клип Наталья срежиссировала самостоятельно. Основой для видеоклипа стала композиция «Вспоминай». Первый же студийный альбом «Ла-ла-ла», вышедший годом позже, стал платиновым, а заглавная композиция возглавляла хит-парада. Новые диски начали выходить довольно регулярно. Особенно большой успех ожидал пластинки «Только я» и «Вид» провела месседж. В поддержку альбома «Только я» исполнительница устроила всеукраинский гастрольный тур и дала множество концертов, каждый из которых собрал полный зал поклонников. Благодаря песне «Месяциан» Наталья была признана лучшей украинской исполнительницей года. Еще большей популярностью пользовались шлягер и лимоновый фонарь, «Полюби меня такой», «Зима и ведерватись вид земли». В этот период Наталья получила почетное звание заслуженной артистки Украины, а затем и народной артисткой Украины. В 2005 году Наталья записала песню в паре с королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым. Совместный трек получил название «Я скажу тебе вау». В 2007 году творческая биография исполнительницы пополнилась диском «Этот танец», а также клипом на заглавный трек и концертным туром в поддержку свежей пластинки. Последняя полноформатная официальная запись певицы датируется 2013 годом. Это был мини-альбом «Онлайн проект», в который вошло шесть песен, включая популярную композицию «Луноход». Кроме музыкальной карьеры, Наталья не менее успешно проявила себя и на телевидении, и в кинематографе. Сначала Наталья стала ведущей музыкального талант-шоу «Шанс», которая выходила на украинском канале «Интер». В первый же год молодая женщина была названа лучшей телеведущей года на церемонии вручения премии «Телетриумф». В 2006 году Наталья получила народную награду телезвезда как лучшая телеведущая, а через год премию «Кумир нации», которую учредила программа «Человек-года» и украинская редакция газеты «Комсомольская правда». Затем Наталья стала участницей первого сезона развлекательной программы «Танцы со звездами», где выступала в паре с Владом Ямой и сумела занять второе место, пропустив вперед только Владимира Зелинского из 95-го квартала. Позднее Наталья стала членом жюри этого шоу. Как участницу Наталью можно было видеть в программе «Звездный дуэт», где ее партнером стал продюсер программы «Шанс» Игорь Кондратюк, а также в шоу «Перевоплощений как две капли». Как продюсер и член жюри Наталья выступала в украинской версии «Фабрики звезд» и вместе с Потапом и Тиной Король стала основой вокального шоу «Голос дети». Наталья получила должность продюсера второго сезона шоу «Фабрика звезд» в 2008 году. Певица поддержала этот телепроект и собственным гастрольным туром. Наталья стала участницей турнефабрика «В твоем городе», а также приложила руку к записи видеоклипов конкурсантов-фабрикантов. В суперфинале «Фабрики звезд» исполнительница также вошла в число членов жюри. Первый раз Наталья вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалова. До этого молодые люди некоторое время встречались и чувствовали невероятное притяжение друг к другу. Но после пышной и яркой свадьбы оказалось, что романтика свиданий – это одно, а совместный быт – совсем другое. Как говорит певица, уже через неделю они с супругом поняли, что очень поспешили. Выдержав приличные полгода, Наталья и Чалой расстались. Со вторым супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, вокалистка прожила пять лет. Эти отношения были более взрослыми и серьезными, но брак не смог сохраниться навсегда. Также имя Натальи поклонники связывали с мужчинами, которые окружали певицу в музыкальной, телевизионной и кинокарьере. Например, говорили о романтических отношениях с танцором Владом Ямой, продюсером Олегом Вороновичем, певцом Петром Дмитриченко, легендарным хореографом Раду Паклетару. Но сама Наталья отрицает эти романы, даже те, которые мужчины подтверждают. Свободное время Наталья предпочитает проводить активно, исполнительница катается на серфинге, сноуборде, горных лыжах, много путешествует по разным странам. Певица предпочитает открыто выражать собственную гражданскую и политическую позиции. Наталья на глазах журналиста заполняла налоговую декларацию, не скрывая собственных доходов, а также устраивала концерты в поддержку политика Юлии Тимошенко, доверенным лицом которой стала певица. Также Наталья стала персонажем литературного иронического детектива «Я ведьма», которую издала писательница Лада Лузина. Там певица занимает нишу такого себе доктора Ватсона, помогая главной героине в расследованиях преступлений. В 2017 году музыкант записала новую песню «Я танцевала». Кроме того, исполнительница и телеведущая проявила себя также и в танцевальной сфере. Наталья стала участницей хореографического телеконкурса «Танцы со звездами» на украинском телеканале «1 плюс 1». Совместно с партнером, танцором Игорем Кузьменко, певица дошла до финала и стала полноправной победительницей шоу. Показала себя Наталья как наставник. Звезда снова выступила в роли тренера, а также вошла в число членов жюри четвертого сезона знаменитого музыкального телешоу «Голос дети». Помимо этого, 2017 год принес исполнительница престижную награду. Знаменитая певица стала лауреатом украинской премии под названием «Музыкальная платформа». Эту награду получили звезды, которых официально признали 25 лучшими артистами страны. Отдельные композиции также приносят исполнительница награды и одобрения публики. За свежую композицию этого же года «Я завелась» Наталья была номинирована на награду M1 Music Awards в двух номинациях «Хит-года» и «Золотой граммофон». В свободное от работы время Наталья увлекается вышивкой, причем к этому хобби она пристрастилась совсем недавно. Свои первые работы Наталья разместила в соцсети и призналась, что очень давно в детстве умела вышивать. Но из-за напряженного графика работы забыла о любимом увлечении. Теперь певица планирует наверстать упущенное. Сложно представить, что одна из самых талантливых и популярных певиц украинской сцены в подростковом возрасте была настоящей хулиганкой. Однако, так и есть, Наталья ушла из школы, поссорившись с преподавателями и окончив девять классов с очень плохими оценками. Настоящая фамилия певицы – Могила. Псевдоним появился, когда Наталья работала в еврейском театре и нужна была соответствующая фамилия. Наталья мечтает снять фильм по сценарию своей подруге Лады Лузиной, написанной по мотивам дамы с камелиями.